И так все стало на свои места. Отвечать русским отправили Столтенберга. Кто это? Говорящая голова, декорация, манекен. Такой же по большому счету, как и Байден, только моложе. Что говорил? Русских снова не выслышали. Почему так? Но разве век, два, три, четыре назад было что-то по-другому? С русскими всегда разговаривали языком угроз, ультиматумов. Разговаривали штыками, пушками, ракетами, бомбами. Что изменилось сейчас? Когда наши партнеры получали традиционно по сапатке, то тогда уже молчали уныло. Лебезили перед русскими или предлагали забрать обратно Кемпскую власть. Так что выдыхаем. Ничего нового. Простите, но там на западе Россию не принимают в расчет. А русских за людей не считают. Что дальше? А дальше в мире делает каждый, что может, что хочет, что желает, что позволяет. А каждый в жизни из нас делает то, что должно и будь что будет на все воле Божье. Война значит война. Значит будем отвечать, как отвечали наши отцы, деды, прадеды и их отцы. Все продолжается. Такое колесо истории. А мы все еще живы, между прочим. Все только начинается. 15 лет назад в Грозном мне говорил командир отряда чеченского спецназа ГРУ Запад Саид Магомед Кокеев. Я спросил тогда у героя России, когда все закончится, весь этот беспредел. Ну, так что ребята, все нормально. Все только начинается. Хочу ли я войны? Вообще не хочу и никому не желаю войны. Но кто и что остановит вот этот вал безумия, что движется на нас именно с запада? Снова движется с запада, добавлю я. Русских никак не хотят оставить в покое. Никак им не хотят дать спокойно жить на своей земле, разговаривать на своем языке, растить своих детей по-русски, любить Родину, верить в Бога, не пускать на улицы своих городов садом. Значит, русским необходимо защищаться. В противном случае русских не будет. Это такая вот, понимаете, данность, это реальность. Можно с ней спорить, можно сопротивляться, можно не признавать, фыркать, но от этого никуда не деться. Украина захвачена и пала. Украина, ну, восьмой год саморазрушается. Но там есть наши люди, они остаются, да-да. Да, часть находится в подполье. Да, кто-то напуган, одурманен, кто-то стал иудой, предателем, с ума сошел кто-то. Но есть и те, кто еще надеются на Россию, верят в Россию. Те, кто ждет освобождения и кое-что делает для этого. Нас пугают войной, кровью, потерями, трибуналами. Но наша дорога неизменно упирается в развилку. Или отступать. Вопрос куда? Снова за Волгу, за Урал или куда-то еще. Или остановиться, сражаться или упереться рогом. Лично я выбираю второе. Ни за что не агитирую, ни к чему не призываю. Вопрос. Как? Чем? Где? Когда воевать? Как воевать? Воевать по-суворовски. Не числом, а умением. Размотать в хлам бандеровские редуты в Донбассе, на поступок к Донбассу. Выйти на границы республик. Признать их. Укрепить их армии так, не полумерами, а на самом деле, чтобы никакое рогульское быдло даже не смело дернуться в Донбасс и к нашим границам дальше. А если дернуться, то лягут все. Вот рецепт. Чем воевать? Обрушить лавину. И пусть огненные котлы 2014-го покажутся тогда противнику цветочками, легким ожогом по сравнению с тем, что он может получить в том же Донбассе. Если Донбасс и вообще всех нас не оставят в покое. Вывести из строя командные пункты, штабы, узлы управления, базы, секретные объекты и так далее противника. Реагировать на каждую колонну, на каждый чих вздох у наших границ. Вот рецепт. Где воевать? В любом случае, серьезные испытания, судя по всему, снова грозят Донбассу. Не исключены новые бои. Но никакой депрессии. Донбасс не так слаб. Не так уныл, как кажется. Донбасс выстоит. И Россия поможет. Что сказал Суворов? Крепость сильна. Гарнизон целая армия. Никто не устоит против русского оружия. Мы сильны и уверены в себе. Когда воевать? Готовность номер один. Сутки, неделя, час, минута понеслась. Военный фарт не без этого. Но вспомним снова великих. Раз счастье. Два счастья. Помилуй Бог. Надо же и немного умения. Медленность наша умножит силы неприятеля. Быстрота и внезапность поразят и расстроят его. Широта реки не сузится. Высота берегов не понизится. Русский Бог силен. С ним полетим полетом богатырским. С ним победим. Помните, кто сказал? Бессмертный Суворов.